Спуск в никуда, а если точнее, прямо в стену небольшого торгового ларька. Так заканчивается оборудованный для колясок и инвалидных кресел пандус в подземном переходе на остановке Театральная. Разбиралась в проблеме Евгения Исаева. Вот на таком пятачке маломобильным группам населения предлагают развернуться. Если с маленькой коляской сделать это еще можно, то с коляской побольше или с инвалидной, такой маневр уже становится проблематичным. Чуть больше полуметра вот и все просторы. Сложно здесь и просто поставить коляску на полозы пандуса, чтобы подняться. Поэтому многие мамы с маленькими детьми выбирают более трудоемкий путь по ступеням. Приходится на руках переносить коляски. Вы такой метод прочитаете? Да, так проще, быстрее. Спуск – история отдельная. Средних размеров коляска упирается в стену ларька раньше, чем задние колеса съезжают с пандуса. Приехали. В этой же подземке, но уже по другую сторону проспекта Сюембике еще интереснее. Там пандус вообще упирается в железную стенку и обрывается на последнем лестничном пролете. А мамам с колясками приходится придумывать, как одолеть этот участок пути. Ну это неправильно, надо переделать. Я просто не понимаю, каким образом можно спускаться и подниматься. Это не только здесь. Вот сейчас новые вот эти вот сделали подземки. Там неудобно с нестандартным размером коляски, вообще неудобно спускаться. Очень неудобно подниматься, особенно вот если еще два ребенка. И коляска, и еще один за руку. Очень неудобно. Продавцы в киосках в основном наемные работники, поэтому распоряжаться павильонами сами, конечно, не могут. Хотя суть проблемы и недовольства граждан им лично понятны. Спускаться неудобно людям. Я лет крыто тут работаю. Ко мне не обращались. Знаю, я и может быть. Но говорят, что скоро уберут. Это на киоске. Павильон, расположенный с торцов, – камень преткновения между предпринимателями, горожанами и, как оказалось, предприятием автомобильных дорог. Эту подземку в 2012 году, когда мы перешли в парк, мы получили в таком виде, в каком она есть. Но скоро подземный переход на театральный ждут изменения, пообещала Фоноза Грызлова. К нами будут заключены новые соглашения, новые редакции, скажем. Естественно, люди, расположенные в торцах, эти договора не получат. Они вместо этого получат уведомление о расторжении наших договорных отношений. По возможности будем переселять. Остальные торговцы, чьи точки находятся внутри перехода, скорее всего, останутся на месте. Сроков ремонта конкретно этой подземки, включающего в себя и демонтаж торцевых хиосков, нам озвучить не смогли. Известно лишь, что в текущем году денег на это не будет.